SCP-2148. Господин Полосатый. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-2148 содержится в стандартной камере для губоноидов в зале. SCP-2148-1 не следует снимать ни при каких условиях. В случае проявления аномальных свойств SCP-2148 его следует обработать амнезиаком класса С. Описание. SCP-2148 представляет собой губоноиды мужского пола индийской внешности. На правом бицепсе SCP-2148 вытатуривны слова «Господин Полосатый из маленьких господ доктора Развлечудова». SCP-2148-1 представляет собой белую повязку на глаза, иммунную к эффектам SCP-2148, с вышитой на ней торговой маркой. То, что доктор прописал, которая была надета на SCP-2148 в момент его обнаружения. Аномальные свойства SCP-2148 проявляются лишь в том случае, если он способен визуально зафиксировать в своей памяти что-либо еще, кроме SCP-2148-1 или себя самого. Когда он в состоянии запомнить внешний вид существа или предмета, вся имеющаяся на этот момент физическая или цифровая информация о данном существе или предмете немедленно заменяется черными полосами. Информация, записанная после этого события, не подвергается этому эффекту, если SCP-2148 не увидит данное существо предмета второй раз. Амнезиаки класса С способны обратить вспять этот процесс, если они применены к объекту в течение трех часов после воздействия. SCP-2148 был обнаружен близ зоны Доктором Маргюль и стал первой известной фонду аномалий, связанной с серией маленьких господ. Предисловие. Приведенная ниже стенограмма была воссоздана по аудиозаписи из обнаруженных 03.07.1995 изменений в исходной стенограмме. Начало протокола. SCP-2148. Господин ложь уже здесь. Доктор Грюк, прошу прощения. SCP-2148. Просто ну любопытно. Знаете, интересно увидеть братишку снова. То есть, как бы образно говоря, я никогда не видел его раньше, но он сказал, что будет здесь сразу после меня. И я уже здесь некоторое время провел. И до сих пор его не видел. Доктор Грюк, нет, он еще не здесь. Так что существуют и другие маленькие господа. SCP-2748. О да, 20 в общей сложности, считая меня. Номера ничего не значат, но я был первым маленьким господином, которого сделал Доктор Развлечудов. Мне господин ложь об этом сказал. Еще он говорил, что мы коллекционные изделия. Звучит вполне здраво. Доктор Грюк, вы часто их видели? SCP-2748. В буквальном смысле? Я видел их каждый раз. Ну, за исключением Рэда. Его я видел дважды. Как бы мне хотелось иметь фотографическую память, честно говоря. Доктор Грюк, вы сказали, что вы еще не видели господин ложь? SCP-2748. Неа. Эээ, да, я так сказал. Пауза. Я не видел его. Он сказал мне, что он почему-то должен стать последним, наверное. Никогда толком не понимал, почему. Но это было на самом деле не мое место, знаете. Я должен был просто повсюду за ним ходить и смотреть на всякое. Доктор Грюк. И куда же вы с ним ходили, на что смотрели? SCP-2748. О, ну, как бы на всякое. Ходили вы правительственным зданием, по крайней мере, так все остальные говорят. Я, наверное, не очень в курсе, знаете. Хотя всегда господин ложь указывал мне путь. У него было много друзей, у господина ложи. И он всегда точно сказал, что сказать, чтобы мы попали туда, куда нужно было попасть. Хотя я никогда его не видел. Мне доктор дал эту записку, сказал, что я еще не должен смотреть на ложь. Но тогда записка была вся в этих черных линиях. Странно было это все. Доктор Грюк. А у вас есть какие-либо предположения по поводу того, где господин ложь находится в настоящее время? SCP-2748. Не, хотя он должен был быть здесь. Не могу дождаться, чтобы увидеть его. Конец протокола. Приложение 1. В течение двух недель после постановки SCP-2748 на первоначальное содержание к зоне Технады были неизвестным образом доставлены SCP-905 и SCP-920. Между нынешним директором зоны и 05-4 была проведена конференция относительно этого неоднократного нарушения режима секретности. Директор зоны СИВИСИ подал запрос о содержании всех дальнейших аномалий, связанных с маленькими господами в зале Технады, что было одобрено 05-4. После этого SCP-2748 без инцидентов был переведен в новую камеру содержания в зале Технады. Приложение 2. 12.05.1995 на записях камер наблюдения зоны Технады была обнаружена аномалия, условно обозначенная как SCP-2148-2, начавшаяся с постановки SCP-2148 на первичное содержание и продлившаяся около трех недель. SCP-2148-2 проявлялась в виде черной полосы, затмевающей доктора Крылью и директора зоны СИВИСИ через непостоянные промежутки времени на всем протяжении записи. Отвечая на вопрос по поводу этого, оба сотрудника привели различные и одинаково четкие воспоминания о тех моментах, когда в отношении них проявлялся SCP-2748-2. Доктор Крылью сообщил, что проводил тогда тестирование несвязанной аномалии, а директор зоны СИВИСИ утверждал, что занимался работой с документами или в одном случае общался с 05-4. Оба эти заявления были подтверждены другими сотрудниками, в том числе 05-4, а также кадрами видеонаблюдения. Проявление SCP-2748-2 закончилось вскоре после интервью между SCP-2148 и доктором СИВИСИ. В ходе проявления интервью доктор также был закрыт. SCP-2748-2. Доктор СИВИСИ вскоре после этого покинул зону 13, выйдя из поля зрения камеры без инцидентов. Когда об этом спросили SCP-2748, он заявил, что не знает, как это могло произойти. При обыске его камеры была обнаружена одна ранее неизвестная фотография, пострадавшая от его аномальных свойств. Приложение номер 3. Хотя изначально при нем не было обнаружено документов, характерных для серии маленьких господ. SCP-2748 по запросу развернул SCP-2748-1, чтобы показать эквивалент на печатной лицевой стороне. Вот это да! Ты только что нашел своего маленького господина из малолетарной коллекции доктора Развлечудова. Отащи их всех, стань господином-коллекционером. 01-Хамелеон, 02-Безголовый, 03-Смех, 04-Забывчивый, 05-Образ, 06-Мыло, 07-Голодный, 08-Латунь, 09-Горячий, 10-Госпожа-Сладость, 11-Господин-Жизнь и Господин-Смерть, 12-Рыба, 13-Луна, 14-Ред, 15-Деньги, 16-Потерянный, 17-Безумец, 19-Жуть, 20-Полосатый.